Нередко дети, катаясь на самокатах или велосипедах во дворе или перебегая дорогу, попадают в аварии. Такие случаи произошли во дворе дома номер 7 по улице Краснодонской. С начала года на данном участке произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два ребенка и один погиб. К сожалению, дети все были виновниками и переходили проезжую часть в неустановленных местах. Возраст детей 4, 6 и 10 лет. Вера Ливанькова ежедневно гуляет с внуком на детской площадке во дворе этого дома. Как произошел тот роковой несчастный случай, видела. Говорит, дети часто бегают с одной площадки на другую и, заигрываясь, не понимают, что оказались на проезжей части. Чтобы подобные происшествия не случались, родителям нужно не терять бдительность во время прогулок с детьми и не оставлять их одних во дворе. Пять человек прибежали, детей маленьких, в пределах 8 и меньше лет. Все гуляли, бегали, прыгали. Потом они куда-то побежали. Убежали. А потом случилось ЧП. Приехала милиция, приехала скорая. Сотрудники госавтоинспекции Самара провели с родителями и детьми профилактический рейд. И в очередной раз напомнили. Чтобы избежать аварии во дворах, необходимо рассказывать детям, как нужно вести себя на прогулке. В том числе контролировать катание ребят на самокатах, велосипедах и не подпускать близко к проезжей части. Именно так и поступает мама троих детей, Надежда Пиваева, проживающая на Краснодонской. Она всегда держит ребят за руку, учит их правилам дорожного движения и вместе с ними переходит дорогу только на зеленый сигнал светофора. Я своему ребенку всегда объясняю, что нужно дорогу переходить только через светофор. А да, слышали летом, по-моему, это произошло, ребенка сбили здесь. Но мы как бы сходим только в магазин сюда, но всегда через светофор вот там вот проходим. Зачастую дети не могут предвидеть опасности, грозящие им на дороге. Выучить правила дорожного движения и объяснить ребятам, как правильно переходить в проезжую часть, задача каждого родителя, воспитателя и педагога. По статистике регулярные профилактические мероприятия способны снизить число ДТП с участием детей и сформировать у ребят культуру поведения на дорогах. Елена Чернявская, Игорь Казановский. События.